В посёлке Иландского района сгорел единственный детский сад. Пожар начался в субботу, людей в здании не было. Предварительная причина – короткое замыкание. Это было последнее учебное заведение в посёлке Хайрюзовка. Год назад там сгорела школа. В Норильске дети прыгали по льду. Одного из подростков отрезало от прибережной кромки. Рыхлый лёд откололся, и искатель приключений остался один на узкой льдине. Пришлось вызывать МЧС. Спасатели кинули парню конец верёвки. Перетягивание каната закончилось спасением. Чудом никто не пострадал и даже не искупался. На Копылова таксист сбил девушку на регулируемом переходе. Посадил в машину и подвёз до дома. Очевидцы уверены – женщина бежала на красный и сама бросилась под колёса. В комментариях люди пишут, что в итоге пострадавшая всё равно вызвала скорую. А таксисту теперь грозит штраф за то, что он уехал с места ДТП. В Ергаках на базе отдыха загорелся гостевой дом отеля «Сноупорт». Площадь возгорания 600 квадратов, сообщает в МЧС. Пострадавших нет, домик выгорел полностью. Шарыповский Свято-Троицкий собор объявил сбор пожертвований на восстановление куполов. Их разрушило ураганом. Майский ветер с порывами до 45 метров в секунду снёс часть серебристых чешуек. Точная сумма ущерба неизвестна, но на восстановление потребуется минимум 400 тысяч рублей. Работы будут вестись на высоте 47 метров. А в селе Барабаново начались реставрационные работы в церкви Пороскевы-Пятницы. Уже сняли шестиметровые вставки на потолке с церковными изображениями. Роспись датирована XIX веком. Срок реставрации составит примерно полтора-два года. В Ройвом ручье отметили юбилей пумы по кличке Айс. 10 лет назад от малышки отказалась мама. Выкармливать пришлось с бутылочки. Сейчас Айс настоящая звезда парка, любимица зоологов и героиня телесюжетов. А ещё дважды мама. В 2018 году по итогам народного голосования Айс была выбрана лучшей матерью парка Ройв ручей. Редактор субтитров А.Семкин